Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру. Мы продолжаем чтение Соборного Послания Апостола Иакова. С вами священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского Государственного Педагогического Университета и Ярославской Духовной Семинарии. Итак, сегодня перед нами четвертая глава. Новые христианские общины, разбросанные по всему Средиземноморью, подвергались множеству опасностей. Среди них были не только опасности гонений от властей, но и большое количество проблем, связанных с духовной незрелостью новообращенных, а также со сложным составом церквей, включавших в себя как иудеев, так и греко-говорящих язычников. Люди из очень разных культур и языков, часто имеющие полярные представления о целом ряде вещей, объединялись вместе, желая приобщиться к тайне Христового Воскресения. И не всегда сила радостной вести в одночасье превозмогала и освещала старые привычки и опыт. Поэтому неудивительно, что в ранних общинах, как и в том числе в современной церкви, имели место конфликты внутреннего свойства. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Важная мысль, актуальная не только для первого века и не только для христианской общины, вражды и распри возникают не столько от внешних обстоятельств, сколько от внутреннего устроения человека. Христос говорит об этом. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца, говорят, устаивал». Апостол настаивает, говоря о конфликтах в общинах, что их производят в вожделения, воюющие в сердцах ваших, то есть страсти, находящие себе место в человеке. При этом толкователь соборных посланий, преподобный Беда Достопочтенный, замечает, что это могут быть не только, собственно, например, телесные страсти, такие как чревоугодие или похоть, но ничуть не менее разрушительные страсти души, такие как алчность, жажда власти и чести. Нужно заметить, что в посланиях апостола Павла мы также видим тему метущихся общин, доходящих до разделений именно из-за алчности некоторых к учительству и его чести, вплоть до появления лжеучителей, как, например, в послании к Тимофею. Вывод по фрагменту прост. Из внутренней войны, внутреннего немирия человека происходят внешние действия, уничтожающие мир целых сообществ. Поэтому каждая конфликтная ситуация должна ставить христианина не в конфронтацию с окружающими, а в первую очередь в ситуацию молитвы и работы над сокровищем своего сердца, ввиду также и того, что чужое сердце ему просто недоступно. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Описываемый апостолом мрачный порядок вещей, где в общинах убивают от алчности и зависти, следует воспринимать как авторскую гиперболу, либо не совсем корректный перевод. Так известный гуманист и один из родоначальников библейской критики Разм Ротрадамский считал, что в тексте содержится описка переписчика, так как слова «ревнуете» и «убиваете» имеют в греческом сходное написание. В некоторых переводах этот пассаж переведен как смертельно завидуете, так как хотя по социальному статусу общины и были очень разноромы, но представить себе ситуацию, в которой в церкви среди верных происходит убийство, а апостол на это рекомендует лишь наладить молитвенную жизнь, решительно невозможно. Сама ситуация с промахами в молитвенной жизни описывается апостолом достаточно подробно. Обладание, о котором говорит Иаков, в данном случае, по-видимому, не есть лишь элементарная жажда наживы. В той исторической ситуации невозможно представить себе, чтобы человек становился христианином или, например, домогался учительского или епископского авторитета из каких-либо своекорыстных соображений. До выхода Миланского эдикта в 313 году, провозгласившего свободу вероисповедания на территории империи, церковная история насчитывает 10 крупных гонений на церковь. Римская империя инициировала их и осуществляла. То есть быть христианином было просто опасно, а возглавлять общину опасно в превосходной степени. Поэтому о наживе не идет речь. Скорее же здесь идет речь о жажде даров духовных, о чем говорят оттолкователи. Так преподобный Максим Исповедник отмечает, «Ищущему бесстрастие и ведение ради славы человеческой, а не внутренней ради их доброты, гласит Писание, просите и не получаете, потому что просите не на добро». Как сказал апостол в предыдущих главах послания, «От Бога исходят даяния благие и дары совершенные». Таким образом, он не отвечает на молитвы некоторых членов общины, «Ищущих духовных даров, потому что те пока не могут принять их как благой созидающий дар, не имеют необходимой к тому мудрости, реализуемой в смирении». Поэтому, чтобы духовные дары не стали поводом к распалению вожделений, тщеславии и гордости, Бог и не посылает их, несмотря на благость просимого и усердие просящих. Понимание этой логики демонстрирует, например, псалмопевец. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». 165-й псалм. «Прелюбодеи и прелюбодеицы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «До ревности любит дух, живущий в нас». Но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас, приблизьтесь к Богу и приблизится к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушными, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль, смиритесь перед Господом и вознесет вас». Пассаж с прелюбодейками и прелюбодеями столь же образен, как и слова Якова об убийстве, но не столь оригинальны. Хотя апостольские тексты прямо указывают, что и плотским грехам, к сожалению, есть место среди христиан, как, например, первое послание к Коринфянам, однако данный текст все же не об этом. Прелюбодеяние – это регулярный ветхозаветный образ, используемый пророками по отношению к неверной невесте Бога, к народу Израиля. Один из самых ярких фрагментов такого рода находится у пророка Иезекииля, который приводит прямое обращение Господа к своему народу, построенное, как речь обманутого супруга. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи, омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточать блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему». В этой же логике находится и рассматриваемое нами апостольское слово. Апостол пишет его к тем христианам, которые прилипляют себя к Христу, но и к миру, то есть нарушают свои обеты верности Богу. Противостояние мира и Богу уже косвенно всплывало в первой главе послания, а также раскрывается в первом послании Иоанна Богослова. Нам крайне важно увидеть правильные оттенки в новозаветной критике феномена «Мир». Для этого обозначим два основных смысла, вкладываем их писанием в этот термин. Первый – мир, как бытие. Такой мир благ, так как создан благим Богом. Второй – мир, как сумма взаимоотношений, социума. Этот мир испытал на себе всю полноту итогов человеческого грехопадения и имеет системный опыт противления, противостояния Богу, от павелонского столпотворения до страданий и крестной смерти Спасителя. Таким образом, дружба с миром имеется в виду как приятие законов социума, находящегося в падении, как служение идолам этого мира. Против хождения вслед других народов и их богов предостерегается Израиль в множестве ветхозаветных текстах. В Новом же Завете Господь напоминает эту истину в несколько другой форме, говоря о том, что невозможно служить двум господам, напоминая, что закон любви вот то, что отличает его учеников от людей, живущих по законам падшего мира. Но что говорить о мире, когда, как в апостольском примере, равно как и в современной нам церковной действительности, мы видим, что от настоящей любви часто далеки сами члены тела Христова. Поэтому дружащий с миром есть противник заповеди Христа. Поэтому и совет апостола к отпадающим в тщеславную самость прост. Смиритесь. Примите нынешнее положение дел как исходную позицию и не пытайтесь явить из себя то, чем не являетесь. Это важный тезис. Без смирения, реализуемого не в склонении головы и не в абстрактном признании себя хуже всех, а раскрываемого в реальном видении себя и трезвом о себе мнении, невозможен без этого никакой духовный рост. Пока страдающий алкоголизмом не признает того, что он действительно зависим, никакое лечение невозможно. Пока человек считает, что он велик, может учить других, указывать, как жить и так далее, то есть это будет не более, чем жалкие поползновения мирской мудрости, о которой в третьей главе говорил Иаков. В словосочетании «духовные дары» акцент должен быть сделан именно на существительные дары. То есть их невозможно стяжать по какой-то заведомо отработанной технологии. Необходимо открыться Богу, вырваться из удушающих объятий эгоизма и войти в вечную свежесть бытия с Богом. А этому, кстати, и способствует простой отрыв от копаний в себе и самая банальная помощь ближней. Вот мы и увидели реальную соотнесенность тезисов о том, что с одной стороны все от веры и все дар Бога, а с другой стороны, что ничего невозможно без конкретных усилий, конкретных трепыханий человека. Вера и дела рука об руку ведут человека в жизнь с Богом. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Итак, мы видим, что тема самости раскрывается апостолам в рамках данной главы в трех направлениях. Самость, как созвучная мирскому устроению гордость. Самость, проявляющаяся в осуждении. И самость, как самонаблюденность. 11 и 12 стихи говорят о осуждении. Эта ошибка духовного дела немногократно описана в Библии. Христос утверждает, «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такой и вам будут мерить». «Кто ты, судящий чужого раба?» спрашивает апостол Павел. И продолжает. «Перед своим Господом стоит он или падает? и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Это послание к Римляну. Апостол Иаков указывает на суть ошибки. Тот, кто судит ближнего, тот превозносится над ним, становясь в позицию судьи, несвойственную человеку. И осуждающий, и осуждаемый люди, находящиеся под неусыпным оком Господнем, под словом закона, Богом данного и Богом же наблюдаемого. Отсюда и вопрос апостола. «Кто ты, который судишь другого?» Он подразумевает ответ и такой же подсудный Богу-человек. Преподобный Беда отмечает. Иаков указывает на неразумие человека, находящего радость в том, чтобы судить ближнего, и при этом забывающего о собственной слабости и шатком положении в этой приходящей жизни. Это вовсе не означает, что на всякое человеческое деяние мы должны смотреть сквозь розовые очки благосклонности. Отнюдь Библия призывает нас к трезвости и умению различать доброе от злого. Честертон напоминает о новом решении этого вопроса в христианстве. Он говорит, что христианство нашло здесь выход. Оно взмахнуло мечом и отсекло преступление от преступника. Преступника нужно прощать до 77 раз, а вот преступление прощать не нужно. Речь идет именно о вердикте, когда мы не просто констатируем факт, говоря, например, этот человек украл, потому что это видели своими глазами, оставя на нем клеймо «он вор», то есть всю его полноту бытия, всего его, оценивая лишь по данному поступку. Это и грех, и бессмыслица одновременно. Грех, потому что судья мира — Бог, сердцеведец, могущий учесть все происходящее в человеке и от того всегда вершащий правый, но и милостивый суд. А бессмыслица, потому что мы сами находимся в болезненной раздвоенности, которую так ярко описал в себе еще апостол Павел. То есть, какую глупую самонадеянность мы проявляем, когда считаем, что можем постичь мотивы того или иного поступка ближнего, трезво оценить их, когда сами в себе часто не можем дать отчет, как в нас победил гнев, когда мы хотели быть мирны, или как нами овладела лень, когда мы готовили себя к прорыву. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Последний фрагмент посвящен самонадеянности, полной уверенности в себе, своих силах и правильности своего выбора. Этот вопрос из зоны простой ежедневной практики относит нас на самом деле к фундаментальному вопросу соотношения нашей воли и воли Бога. Свободен ли человек и как он может быть свободен, если Бог и всемогущ, а главное всеведущ, то и знает все, что произойдет в будущем. Знает просто потому, что он вне времени, время для творения, прямая линия, по ней творение движется, для Бога же это лишь точка. Бог сейчас говорит с Авраамом и сейчас восседает в царстве победивших праведников. Для него нет вчера и нет завтра, он в вечном сейчас. А что же человек? Мы не будем углубляться в многочисленные мнения различных авторов по данному поводу, лишь отметим, что есть две крайних тенденции, раскрывающих полярное видение данного вопроса. Первая сформулирована монахом V века Пелагия, утверждавшим абсолютную автономность человеческой воли, не имеющей ни к чему природной склонности, не нанесущей на себе отпечатка Адамова грехопадения и в свободе выбирающей то, что ей угодно. Бог в данной системе абсолютно внешняя величина. Вторая тенденция, полностью отказывающая человеку в реальной свободе и говорящая об однозначном предопределении всей жизни каждого конкретного человека, и в том числе и его вечной участи, получает название фатализм. В христианстве она представлена в трудах преимущественно протестантских классиков Лютера и Кальвина, достигая у последнего логического завершения. Он пишет, что Бог не создает всем равных условий, а готовит вечную жизнь для одних и вечное проклятие для других. Проблема лишь в том, что никто не знает о себе предопределение Божие, поэтому попытаться жить в мире с Богом должны все. Насколько это далеко от представлений нового завета о любящем Боге, можно увидеть на примере слов самого Христа. О том, что Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына, чтобы всякий верующий в Нему не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, что же говорит об этом апостол Иаков? Он не отказывает человеку в свободе. Выбор и возможность планирования это естественные качества человеческой природы. Важно не автономизировать их, не вырвать их из контекста отношений с Богом. Здесь не идет речь о фатуме, речь о доверии и желании благословения как активного присутствия Бога в жизни. Апостольские слова, если будут угодно Богу, то это и есть христианское восприятие той двойственности, о которой мы упоминали в начале отрывка. Человек свободен? Да. Бог всеведущ? Да. Это непреложные величины, они антиномичны, то есть каждая из них верна сама по себе, но противоположно другой, и тем не менее это мы видим, как она реализуется в Христе, когда Он, будучи совершенным человеком и вечным божеством, испытывал реальные, а не призрачные искушения в Своем сорокадневном пребывании в пустыне, или же, например, в часах бдения в Гефсиманском саду. Этот же опыт мы видим и у множества праведников, обратившихся от собственной укорененности в грехах, от разбойника на кресте рядом с Христом до Марии Египетской. Это же мы время от и в себе самих.